Здравствуйте дорогие слушатели, мы продолжаем изучение курса программирования на платформе UVP. Меня зовут Вадим Рыбалко и я рад вас приветствовать на информационном ресурсе для разработчиков ITVDN. Тема данного урока это шаблоны и стили. В данном уроке мы продолжим разбор тем, связанных с интерфейсом приложения, а именно шаблоны и стили. В уроке мы узнаем, что такое стили, с которыми мы встречались в прошлом уроке, посвященному ресурсам, какие свойства есть у стилей, ну и познакомимся с инструментом, как структура документа и для чего он нужен, ну и как собственно создавать и использовать на практике шаблоны и стили. Для чего же нужны стили? Стили применяются для создания единообразного отображения элементов, также они упрощают подключение группы ресурсов к определенным элементам. Стили позволяют определить набор некоторых свойств и их значения, которые потом могут применяться к элементам в замл. Стили хранятся в ресурсах и отделяют значения свойств элементов от пользовательского интерфейса. Аналогом стилей могут служить каскадные таблицы стилей CSS, которые применяются в коде HTML на веб страницах. Давайте поговорим еще немного о стиле и что это такое. Стиль создается как ресурс, у которого есть ключ key и свойство target type, которое указывает на тип элементов, которым будет применяться наш стиль. Ну а далее определяют сеттеры, у которых есть два свойства, это property и value. Что же делает каждая из них? Property указывает на свойства, к которым будет применяться данный сеттер. Ну и value устанавливает значения для свойства из property. Как мы видим на слайде, в стиле мы установили семейство шрифтов, это Segoe.UE. То есть в property мы обозначили свойства, в value значение этого свойства. Давайте наглядно узнаем, что такое стили в словаре ресурсов. Думаю вы замечаете сходство с прошлым уроком, ведь тут в созданном словаре мы определили два стиля. Для таких контролов, как текстовый блок и кнопка. Ну и при подключении словаря ресурса в нужный файл, мы можем вызывать нужные нам стили через свойства style. Надеюсь вам понятна эта логика, которую мы закрепим в этом уроке. Еще хочу обратить внимание на такое свойство в стиле, как base-on. Мы с ним пока не сталкивались, но я думаю пора вам узнать, что это такое. Свойство base-on позволяет наследовать стили. В качестве своего значения принимаем ссылку на уже созданный стиль и объединяем его функционал с своим собственным. Что же такое структура документа? В Visual Studio есть много инструментов для облегчения и ускорения работы разработчика. Один из них это так называемый структура документа, с помощью которого можно отобразить все элементы в древовидном стиле, а также скрыть или показать элементы управления и контейнеры. Она напрямую не относится к нашим стилям и шаблонам, но очень помогает при разработке самих шаблонов и стилей. Потому что при большом приложении у вас существует много накладок, много контейнеров компоновки. И чтобы рассмотреть тот или иной элемент, который находится далеко внизу в древовидной иерархии, мы можем воспользоваться таким инструментом. Очень удобная штука при создании интерфейса. Она находится в вид, другие окна, ну и структура документа. На практике я все детально вам покажу. Также вы можете настроить визуальную структуру и визуальное поведение элемента управления. Создав шаблон элемента управления в среде замов. У элементов управления много свойств, такие как Background, Foreground и Font Family, которые можно задать, чтобы указать различные аспекты вида элемента управления. Одна настройка этих свойств позволяет вносить ограниченные изменения. Вы можете указать дополнительные настройки, создав шаблон с помощью класса Control Template. Давайте рассмотрим пример простого шаблона, который позволяет кастомизировать нашу кнопку. Сначала в XAML мы определяем объект Control Template, а внутри наш вид, который мы хотим. После создания шаблона объявим его в нашей кнопке с помощью такого свойства, как Template. Ну и с помощью шаблона мы усовершенствовали внешний вид нашей кнопки. Теперь она выглядит совсем нестандартно, а уже кастомизирована. Скорее всего у вас появится такой вопрос, что же разного между стилем и Control Template. Ответ на самом деле прост. Control Template перезаписывать оригинал Visual Tree, то есть визуального дерева контрола, и требует хорошее знание о UVP стилях для создания хорошего пользовательского интерфейса. А стиль для изменения только отдельной части, такие как Background, Color и прочее. Что же Control Template позволяет нам сделать? Это изменить дизайн управления с нуля, и кнопка может иметь стиль ListBox, но по-прежнему действовать как кнопка. Давайте же приступим к практической части нашего видео урока. Откроем нашу Visual Studio и создадим проект. Создадим в фабке Lesson 6 и назовем Template App. Нажмем ОК и ОК. Так, давайте закомментируем счетчики и перейдем в главное окно. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. Субтитры сделал DimaTorzok